Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих респондентов. Тема занятия – коллективные действия по заключению коллективных договоров работников медицинских учреждений. Проведет занятие председатель секции скорой медицинской помощи Общероссийского профсоюза действия Григорий Вячеславович Бобинов. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Виделись мы здесь, в этом месте полгода назад. Я рассказывал о своем коллективном договоре, который был тогда именно проектом коллективного договора. С тех пор прошло полгода. За это время случилось очень много событий. Об этих событиях я вам сейчас расскажу. И, в принципе, здесь у меня будет мало теоретических моментов. Будут в основном практические, потому что сейчас именно мой профсоюз действий стал общероссийскими всеобщими усилиями. И вы меня поэтому можете поздравить, что все вот эти усилия, они прошли не зря. Профсоюз растет, ширится. И у нас впереди очень все оптимистично. Здравствуйте! Спасибо большое! Значит, хочу сразу так, ну, как бы, с общей обстановкой в стране, что сейчас происходит именно в медицинской сфере. Вы сейчас слышите справа-слева, что там и там, то там, то здесь проходят какие-то забастовки у медицинских работников, кто-то увольняется. Ну, вот у нас как раз и поделилось наше общее настроение, наше общее действие среди медицинских работников на две категории. Это коллективные действия в виде каких-то спланированных акций, которые в основном проводят именно профсоюзы. И такие стихийные действия, которые идут чаще всего от врачей, это по принципу «сейчас мы все уволимся». Ну, наверняка слышали, то есть я вот здесь вот выписал. То есть по самоувольнениям, допустим, Рязань 12 врачей уволилась, в Тагиле хирурги, вы помните, увольнялись просто, об этом вся страна узнала. В Губахе, Пермский край, в Пятигорске увольнялись травматологи, в Брянской области уволились врачи отделения городской больницы, в Челябинске травматологи увольнялись, в Петрозаводске два раза увольнялись врачи скорой медицинской помощи, именно отделения скорой медицинской помощи. Но вот эти вот все действия, которые носят именно стихийный, одноактовый характер, ни к чему особому не привели, потому что, опять еще говорю, это стихийность, это просто вот группа лиц сказала, все, мы увольняемся, там назло всем вам. В дальнейшем администрация либо шла на уступки, либо нет, но чем это все закончилось, по большому счету ничем. Самый такой громкий случай, это не онкология, и мы как бы в профсоюзе считаем, что в основном пострадали пациенты, и вот эти вот врачи, которые уволились, они, конечно, ничего в принципе не добились, чего хотели добиться. То есть все вот эти митинги, выход на шоссе, которые они там планировали, ничего такого не случилось. Ну и наш профсоюз действия, это такая организация, то есть тогда, когда мы с вами встречались в прошлом году, у нас было, мы были межрегиональным профсоюзом, с февраля месяца, с последнего съезда до сентября месяца, мы увеличились в несколько раз, конкретно в 4. То есть чувствуйте, насколько мы выросли. Организацией вот наших первичных стало больше половины в стране, поэтому мы теперь провели внеочередной съезд, это было буквально только что в сентябре месяце, и мы сейчас стали общероссийским, как раз вот за счет этого. Это дает нам право выступать в переговорах, в том числе на уровне Минздрава, и заключать отраслевые соглашения, именно, ну вот заключать отраслевые соглашения. Что же касается коллективных действий, это основное на то, на что сейчас ориентирован наш профсоюз. То есть самое громкое то, что слышно, это сейчас Петрозаводск, в котором коллективные действия, то есть там проходит итальянская забастовка, там уже скоро будет 60 дней этой итальянской забастовки, и на 55-й день добились уже того, что это вот, такого нету нигде в стране, то есть люди, если соглашаются работать больше в ставке, именно медицинские работники, им оплачивают в два раза. То есть такого нет в стране, для нас это просто прорыв, и мы должны как бы поддержать это все. Но самые лучшие действия, это именно коллективные действия, это были у нас именно в Пензе. То есть там начиналось все с коллективных действий буквально анестезиологов и фельдшеров, анестезиологов и водителей. Их там было в районе 30 человек. Администрация пошла на уступки, и в дальнейшем к их действиям присоединилось еще тысяча человек. То есть у нас там сейчас на данный момент самая большая первичная ячейка, больше тысяч человек, по-моему, сейчас 1057. Ну, возможно, там постоянно идут люди, вступают в профсоюз, возможно, сейчас уже больше. Ну, и сложилась такая ситуация, когда люди добиваются своего, а надо как-то это все дело закреплять. То есть одно дело, да, выдвинуть требования, которые они выдвигали, другое дело это где-то закрепить, чтобы эти требования остались. Выяснилось, что лучшей формы, как коллективный договор, нету. То есть коллективный договор, повторюсь, это очень много требований, там пунктов может быть 300 и больше. Соответственно, коллективный договор, если заключают, тем более там для нас уникальная ситуация в том, что там сейчас больше 50% сотрудников в боевом профсоюзе в нашем действии, соответственно, они имеют право голоса и они как раз пошли на коллективные переговоры уже с коллективным договором. Хочу сказать, что именно основой этого коллективного договора была именно тот коллективный договор, о котором я вам рассказывал 6 месяцев назад. То есть в профсоюзе никто ни от кого ничего не прячет, все достижения всем делятся, соответственно, я весь свой наработанный материал, который мы отрабатывали здесь, в Санкт-Петербурге, я полностью отдал в Пензу и сейчас тоже в реальном времени, это проходит сейчас. Участвую в консультациях, но также слежу, как это все дело разворачивается вот конкретно сейчас, в сию секунду именно в городе Пензи. Очень все тяжело там проходит. Каким образом? Потому что если летом, когда Пенза отбила себе, ну все же, все требования, которые они выдвинули, были удовлетворены, там все растерялись, то сейчас именно администрация вся Пермского края, ой, Пензе, Пензе, вся администрация Пензе сплотилась, и как бы именно администрация больницы, скорой помощи постоянно выезжает на консультации в центр, там консультирует, дали специальных юристов, и люди там, конечно, им тяжело отстаивать свои права, потому что, сами понимаете, костяк – это фельдшеры, они, конечно, умницы, но одно дело – это, ну как бы, работать в медицине, где они просто доки, и понятно, они там профессионалы, другое дело – они приходят в другое поле, вот это, их надавливают, но есть такой классный момент, отработанный всеми, кто входит в коллективные договоры, когда что-то не понимаешь, сдаешь позиции, уступаешь коллективным договорам, говоришь следующее, извините, как бы я представляю коллектив, мы представляем коллектив, нам надо выйти, мы как бы должны посовещаться с коллективом, и, соответственно, естественно, идет и консультация с Центральным профсоюзом, с юристами, с нашими, со всеми, кто уже был в этих коллективных договорах, строятся новые позиции на следующий день, и снова входим в переговоры, то есть, основной момент здесь идет именно, что, ну вот именно понимание сложилось, что вот эта группа лиц, которая идет на коллективные переговоры, они не замыкаются в себе, потому что любую группу лиц, небольшую, можно сломить, можно с ними договориться, можно чем-то заинтересовать, но когда идет обратная связь с коллективом, когда они выходят и говорят, у нас вот такой вот затык, то здесь уже не получится вот этого сговора какой-то маленькой группы с администрацией, вот это вот очень важный момент при проведении коллективных договоров и вообще при проведении любой жизни, ну, любого профсоюза и в дальнейшем будет, то есть, с любым председателем правкома можно, в принципе, с одним договориться, поэтому, как бы, в нашем профсоюзе рекомендуют на любые переговоры с администрацией по одному не ходить, ходить либо правком, либо минимум три человека, и потом желательно это все записывать, чтобы потом объяснять, о чем говорили, что говорили, ну, еще раз повторюсь, потому что даже с правком целиком можно как-то заинтересовать и договориться. Ну, сейчас я хочу рассказать вам именно о опыте следующего момента, то есть, о коллективном договоре здесь говорили неоднократно, но вот здесь вот появляются следующие моменты. Коллективный договор заключается раз в три года, и люди, когда готовятся к переговорам коллективным, даже при написании проекта, ну, то есть, есть проект коллективного договора, мы приходим договариваться, ну, не договариваться, а вести переговоры, и, допустим, у нас что-то не получается, либо к моменту начала коллективных договоров мы с собой ничего не представляем, мы не набираем 50%, и как бы, ой, ну что ж такое, вот мы так старались там два-три месяца, полгода, не набрали 50%, мы там просто, ну, как бы, сходим в состав ЕПОР, администрация все продавила, все рухнуло. И вот здесь вот как бы нам Трудовой кодекс предоставляет такую классную возможность, это именно по Трудовому кодексу Российской Федерации изменения в уже состоявшийся коллективный договор можно вносить все время. То есть, вот только заключили сегодня, то есть, вот его зарегистрировали, этот коллективный договор, и мы уже можем вносить изменения. Это очень классная вещь, потому что, знаете, как бы, вот ты работал-работал, вложился, бац, и три года чего делать? То есть, ждать два года, потом за год начинать опять ту же самую работу? Нет, можно это все, ну, как бы, делать. То есть, конкретно у меня на предприятии, в моей городской поликлинике номер 52, администрация своими хитрыми путями продавила свой коллективный договор, именно коллективный договор, в который ухудшение, явно ухудшение работников. Самая такая вещь, которая там ухудшилась, это нам сократили отпуск. То есть, и все действия, которые там в дальнейшем проходили, они ни к чему не привели, нам сократили отпуск. Для медиков отпуск, это очень важно, потому что мы все работаем, но большинство работает во вредных условиях. Смертность среди медицинских работников на 40% больше до 50 лет, чем в других группах населения, ну, в других группах работников. То есть, для нас отпуск, это очень важно. И вот нас его отнимают. Ну, отнимают дни, не весь отпуск за вредность, а сокращают дни. И вот мы это, как бы, не смогли отбить. Но при этом профсоюз действия, естественно, в моей больнице не перестал на этом существовать. Мы собирались не для того, чтобы защитить коллективный договор и успокоиться. Нет, конечно, для профсоюза главное это существовать во времени. И именно работа постоянная и складывается из каких-то мелочей. И вот таким образом развивается и живет профсоюз. Мы собрались с правкомом и с помощью наших товарищей, ну, со стороны нам помогли. Нам предложили форму, ну, мы вместе разрабатывали это все. Форма называется «Предложение работников по изменению и дополнению коллективного договора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения городская поликлиника номер 52 на 19 и 22 годы». Соответственно, здесь вот очень все просто. Я сейчас раздам по рядам. Все очень просто. Здесь три колонки. И очень просто, начиная со слов «Настоящий коллективный договор», написать и конкретно что написать. Какой-то пункт исключить, какой-то пункт исправить. Так раздам, чтобы будет понятно. Если кому-то надо, естественно, можно взять себе. Банда. 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 Достаточно простая форма. И, соответственно, если коллективный договор, там очень-очень много пунктов, то, в принципе, мы решили особый упор делать на несколько позиций. То есть, вот именно этот документ состоит там буквально из 30 пунктов. Из них для нас принципиально осталось только 5. Вот по этим принципиальным пунктам мы написали вот такую листовку. И буквально на той неделе мы запустили эту листовку. Мы запустили вот эту листовку, запустили непосредственно в поликлинике. То есть, я опять сделал тот же самый ход. Распечатал это не на белой бумаге, а распечатал это все на зеленой. И вчера разговаривал с представителем администрации. Как бы просили меня эти зеленые бумажки больше в поликлинике не раскидывать. Ну, естественно, я буду это распространять. Я захожу в кабинет и объясняю свою позицию. На данный момент я, опять же, единственный из профсоюзов, который открылся, чтобы ни на кого давление не оказывалось. Потому что давление сразу как бы идет очень серьезно. То есть, у нас в стране к любому профсоюзу это касается не только медицинских организаций. Если на предприятии открывается альтернативный профсоюз, это воспринимается администрацией просто как обида. Просто вот как личная обида. И надо вот все сделать, чтобы профсоюза не было. То есть, вот совсем недавно в сети появилась информация. Непосредственно позавчера попала в сеть переписка профсоюзника Московской области скорой медицинской помощи. Именно ФНПРовского профсоюза. Где он называет наш профсоюз такими словами, как нечисть. То есть, чтобы вот этой вот нечисти... У нас появилась нечисть в коллективах, там на скорой помощи в Московской области. Надо от нее, от этой нечисти избавляться. То есть, это вот так вот относится к людям, которые объединяются в свободные профсоюзы. И ведут борьбу за свои права. То есть, вот вы видите вот эту форму. Вот такая небольшая форма. То есть, форма есть. Осталось только провести какие-то действия. То есть, аггитационные материалы мы сейчас разрабатываем. То есть, не только для поликлиники, но и для... Вообще, для Санкт-Петербурга сейчас идет это движение. Потому что не только в нашей больнице идет ухудшение оплаты, условий труда и тому подобное. Но еще, чтобы вступить в коллективные действия, здесь вот приходится вот с таким нюансом складывать. Ну, вернее, сталкиваться. Это когда люди разрознены настолько, что... Первое, все работают по отделениям. Отделений много. Даже если вы зайдете в поликлинику, узнаете, там есть хирургическое отделение, терапевтическое отделение. Плюс разбиты по сменам. Кто-то приходит в утреннюю смену, кто-то приходит в ночную смену. А есть подразделения, которые, например, скорая помощь нашей поликлиники, которые работают круглосуточно. То есть, чувствуете, насколько это все разбито. И вот здесь вот была представлена... Ну, разработали такую форму, когда мы приходим от профсоюза действия. То есть, мы будем приходить в разрозненные эти коллективы. Пусть там будет пять человек. Вот просто пять человек. Собрание проводится по одному и тому же протоколу. То есть, в протоколе два. Ну, одна и та же повестка. И когда мы по одной и той же повестке проведем собрание во всех подразделениях, и потом это все суммируем, то получится, раз мы по всем, во всех подразделениях проходили по всей, по одному и тому же протоколу с одними и тем же вопросами, то вот это при суммировании будет понятно. Большинство за внесение изменений в действующий коллективный договор или не большинство. Если будет большинство, то это нам даст основания выйти на коллективные переговоры по изменениям именно в действующий коллективный договор. Плюс еще разработали такую форму, как представление интересов работника. То есть я тоже вот тут вот распечатывал. Значит представление интересов работника это по главному кодексу Российской Федерации. То есть мы ушли от слова такого как доверенность, а именно представление интересов работников. То есть лучше конечно же вступить в профсоюз. То есть будут заявления в профсоюз, потому что только коллективными действиями можно как-то решить что-то на предприятии. Но если человек что-то боится и тому подобное, бывают такие люди нерешительные, но хотят хоть как-то поддержать, то они могут подписать вот эту вот бумагу, тем самым отдавая свой голос при введении коллективных переговоров. То есть это один из вариантов набрать большинство для того, чтобы вступить в переговоры. То есть в целом получается именно мы и теоретически, и юридически обоснованно будем вести свою работу, плюс подкреплять это все различными листовками и тому подобное. То есть все это началось. Профсоюз общероссийский, и я думаю, что будущее за нами. Вот. Что касается, это вот что касается коллективного договора именно в моей организации, где администрация продавила свой коллективный договор и ухудшилась. То есть работа будет сейчас проводиться именно вот в этом ключе. В принципе, вот этот алгоритм, он действителен для любой организации, в принципе. Потому что все основано на Трудовом кодексе Российской Федерации. Можно поменять это все там на строителей, крановщиков и заводы, фабрики любые. И действовать по этому алгоритму. То есть если есть что-то плохое, то берете требования. Если есть коллективный договор, это можно в виде изменений в действующих коллективных договорах. В этом ролике, который будет здесь, мы добавим, да, вот эти все формы, чтобы люди смотрели, просто видели. Потому что, как показывает моя практика, все стопорится, ну, такие благие, ну, благие начинания стопорятся на какой-то вот такой вот, что есть какие-то, они думают, что люди, что есть какие-то такие юридические очень сложности, что и сталкиваясь с ними, не получается открыть профсоюз. Соответственно, здесь у нас на фонде Рабочей Академии, на канале YouTube, будут разъяснительные ролики, и будут подвешиваться все материалы, ни для кого это секрета не будет. Значит, что касается работы в профсоюзе, чтобы понимать, что такое коллективные действия, что такое действия через суд, то есть, знаете, такое понятие, как сервисные профсоюзы, то есть, допустим, сервисные профсоюзы, напомню, это те, которые приезжают, то есть, какие-то приезжают профсоюзники с юристами, начиная все решать через суд. То есть, профсоюз действия – это такой профсоюз, в котором работа ведется по всем направлениям. То есть, мы работаем и в судах, мы работаем с юристами непосредственно в больницах, в отделениях скорой помощи. И что дает результат, что не дает результат. Смотрите, значит, у нас, может быть, слышали, ванжетки, санитарки выступили на то, что их стали переводить в уборщицы, и они там стали… Ну, коллективные действия, начиналось все с коллективных действий. То есть, там много человек воспротивилось этому, но так как был очень серьезный нажим администрации, не были готовы, стихийно плюс это все началось без подготовки, без объяснений, без всего. То есть, профсоюз скатывался уже в забастовку, то есть, не было ничего планового. Поэтому через какое-то время буквально уменьшилось в два раза, и когда уже надо было совсем уже терпеть, терпеть осталось всего лишь 8 санитарок. Этих 8 санитарок просто уволили. То есть, получается, что это было… Ну, начало было февраль-март, поувольняли их уже где-то в апреле месяце, там апрель, конец мая. И вот, что касается судов. То есть, профсоюз, естественно, их не бросил. Сейчас пришла информация, это вот буквально я после смены проснулся, появилась информация в наших чатах, что председателя восстановили снова на работе. То есть, это вот победа через суд профсоюза. Ну, просто длительность, вот чувствуете, да? То есть, началось всё в феврале, массовости не было. Плюс ещё у нас медицина страдает, оказалось, что страдает очень социальным шовинизмом. То есть, для врачей и санитарки это какая-то грязь, о чём они рассказали, просто не стесняясь. На своём там местном радио, мне пришлось там отдельный ролик посвятить тому, что я их там просто расстреливаю по каждой их фразе. То есть, вот такое расслоение, то есть, коллектив не поддержал их, осталось 8 человек, их всех поувольняли, профсоюз их не бросил. Сейчас это всё дело идёт в суде. Восстановили на работе председателя, и дальше следующих тоже восстановят. Но насколько это растянулось? И возьмём Пензу. Пенза начала забастовку, через 10 дней с ними уже начали говорить. Потому что всё приросло именно в коллективные действия. То есть, до судов, до вот этих, не дошло. И поэтому сразу стало всё решаться, потому что они сразу дали понимать, что если что, сразу будет забастовка. Плюс они ещё, когда к забастовке готовишься, и понимаешь, чего там будет, где, они, естественно, делали каскад. Ну, не каскад, это, скорее всего, а просто поэтапно. То есть, смотрите, они запускают первый. То есть, не то, что вот мы не будем делать это, 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 и вот давайте там исполнять. Нет. То есть, сначала они сделали один пункт, но я не буду здесь раскрывать, будем считать, что это тайна нашего профсоюза для внутреннего потребления, чтобы работодатели не знали. Но общий момент. Они сначала предъявили требования и сказали, что если вы не исполните требования, то мы не будем делать это. И сразу же не сделали это. Потом, когда с ними не пошли на контакт, они предупредили, если вы в ближайшее время с нами не будете разговаривать и вести какой-то диалог конструктивный, дальше будет следующее, и потом будет следующее. А вот эти, если бы они сделали все три, то скорая бы в Пензе просто бы встала. Плюс уже стали поддерживать, ну, большое количество коллектива, и все поняли, что с такими ребятами серьезными лучше договариваться. И сейчас, зная, чем закончится любой момент, то есть непосредственно ведут коллективные договоры, самый главный аргумент – это то, что если мы сейчас не договоримся по этому принципиальному, вы знаете, что у нас сейчас все встанет. Ну, как бы, встанет работа именно... Помощь оказывается, это понятно. Там все касается просто итальянской забастовки, да, работы по правилам. То есть нет такого, что помощь не оказывается. Но есть куча нюансов, которые профсоюз действует даже при наличии всех этих ограничений, и это все преодолевается. То же самое было у авиодиспетчеров, когда им тоже ничего нельзя. Но когда работает целый профсоюз, целая организация, много, на одна голова хорошо, а тысяча лучше, то, соответственно, всегда находятся нюансы. Ну, плюс, когда большая организация, вы понимаете, что как бы включаются, и сейчас информационное пространство сразу заполняется. Понятно, что профсоюз действует на законных основаниях. То есть мы идем... То есть выполняя требования наши, те, которые мы выдвигаем, улучшается просто медицинская помощь населению. То есть люди понимают, что врачи не просто там из-за каких-то денег там бьются, там многоплановость именно этих требований такая, то есть развернутая, что люди понимают, что если будет вот это все исполнено, и медицинское обслуживание будет лучше, и не сидит профсоюз где-то у себя там, заперся там, допустим, где-то на станции, там вырубил какую-то бесполезную голодовку, на которой просто теряются силы, а нужны для забастовки нормальные силы. Но это все как бы идет объяснение, то есть через коллектив, через средства массовой информации доводится до населения, короче, что происходит, и как бы администрация вот при таком раскладе предстает в очень невыгодном свете. Ну, то же самое касается в Петрозаводске, может быть, кто-то наблюдает там, как бы администрация, не задумываясь, стала такое говорить в открытом режиме, что просто повергло в шок все население, что они там думают, и что в головах у этой администрации, которая просто не обращает никакого внимания на своих сотрудниках и не заботится вообще о них. Сколько у меня доедет? Еще? Двести. Не знаю. То есть попросили побыстрее, чтобы они тут не спали. Тему раскрыть. Все, да. Тему раскрыть, хорошо. Значит, смотрите. Возникает, то есть, я буду просто сегодня рассказывать только о практической части, поэтому, если что-то, прям можете по ходу задавать какие-то вопросы, потому что я буду, ну, как бы, перехожу на следующий момент. У нас порядок не по ходу. Не по ходу, да? По письму. Хорошо, хорошо, понял. Потом еще будут выступления, ответы на вопрос, исключительно слова. Вот и будет как раз. Все, я помню. Ну, я помню это сюда, я знаю. Вот, значит, с чем профсоюз растет, возникают новые ячейки, и ячейки, они по всей стране. То есть, иногда настолько ячейка оторвана, ну, именно оторвана территориально от других, что кажется, ну, как до них доехать, им надо куда-то ехать, у кого-то учиться, но вот сейчас средства коммуникации современной позволяют вот сразу новую ячейку влить в наш новый профсоюз, и вот председатель и его заместитель сразу попадают в организаторы, такие у нас есть чаты, где находятся организаторы действия, и люди, попадая именно в этот чат, они начинают, просто находясь в этом чате, учиться. То есть, они с утра до вечера читают ту информацию, которая туда поступает с разных уголков страны, и видят, где за что борется, и каким образом это все, как это все получается. Плюс они попадают на такие у нас ресурсы закрытые, в которых идет документация, то есть, та документация, которая уже разработана, и удачно применялась в профсоюзе. Ну, например, вот тут вот я распечатал инструкция, что должен делать новый член профсоюза, который вступил в профсоюз, и что он не должен делать. То есть, мы рекомендуем сразу не объявлять, пока ячейка слабая, пока не понимаете, чего делать, надо самим попробовать пожить профсоюзом, сформироваться, как организацией. То есть, перед каждой первичкой стоит задача не просто добиться того пункта, из-за которого они там образовались. Чаще всего это как бы нарушено какие-то моменты по зарплате, да, это самое частое. Вот совсем перестали платить деньги. Но когда эта ячейка попадает к нам в профсоюз, понимают, что деньгами все не заканчивается, есть обычная жизнь, обычная работа, что на работе мы просто умираем, что чтобы не умирать на работе, есть какие-то нормы, которые остались из Советского Союза. То есть, есть какие-то нормы нагрузки, о которых уже все забыли. Соответственно, нет инспектора труда, который это все отслеживает. Но это касается не только медицины, это касается вообще всех профсоюзов. И перед этой ячейкой уже сразу задача просто существовать, научиться быть организацией, жить организацией, ставить перед собой цели на полгода, на квартал, на месяц вперед, их выполнять. Но для начала просто надо понять, что вот мы организация, и мы должны себя как-то защитить. Вот как раз вот эта инструкция и есть. То есть, если вдруг узнали, что ты там в профсоюзе, на тебя началось давление, что надо говорить начальнику, что не надо говорить, куда надо идти, кому надо звонить, о чем надо. Вот как раз, ну посмотрите, это такая интересная инструкция. Очень там все просто, но это предотвращает людей, именно предохраняет людей от того, чтобы все бросить, а у меня ничего не получается, надо на меня напали, я хотел за вас, за всех, а вот так вот получилось. Чтобы вот этого не было, человек как бы чувствует, что он находится в большой семье, ну и потому, что происходит в чате, и как люди ведут себя с администрацией, как борются за свои права, складывается впечатление, что люди просто и стали там это в основном, потому что как бы организовались и добились, и все равно и добиваются при любых вообще раскладах, добиваются того, что нужно. Вот сейчас идет громкое дело, это когда санитарку травят уже два года, и вот она в профсоюз действия влилась, и мы сейчас начали как раз кампанию по поводу того, чтобы эта травля прекратилась со стороны врачей и администрации. То есть опять речь идет о социальном шовинизме, который оказалось среди медиков очень такой, такая серьезная, очень серьезная проблема. Ну так вот, организация образовалась первичкой, естественно, попадает под крыло у нас мощной организации, то есть всегда есть юридическая поддержка, если что-то на месте, но первичка должна прежде всего рассчитывать на свои силы, то есть организация да, но первичка должна построить себе план борьбы, то есть перед первичкой сразу возникает комплекс мероприятий, которая она должна и обязательно должна пройти, то есть вы организовались три человека, достаточно, что в профсоюз организовать ячейку три человека, дальше что вы делают, а дальше что делать, а дальше делать все очень просто, ну во-первых, надо проводить собрание, это очень дисциплинирует, то есть собрания должны проводиться минимум раз в месяц, туда должны приниматься под протокол. Во-первых, собрание ведется под протокол. Берется вот такая вот огромная тетрадка, вот такая тетрадка огромная, и пишется прям протокол. Протокол такого числа присутствует, допустим, пять человек, повестка такая-то, докладчики такие-то, доложили то-то, то-то, план на месяц был такой, сделали то-то, не сделали, почему не сделали, план на месяц, план на квартал, появились изменения, допустим, предложения о внесении изменений в Давайте проголосуем, это дисциплинирует, это понятно, как развивается профсоюз и что мы делаем. Второй момент обязательный, это естественно понять, где вы находитесь, то это сбор информации, банальный сбор информации, что за предприятие, естественно все документы, которые возможно достать, то есть это критивный договор, если он есть на предприятии. Второй момент, это свои должностные обязанности. Третий, это карты соут или аттестации, или что у вас там есть, если ничего нет, то тоже. То есть сразу получается несколько направлений, на которые надо обратить внимание. По этим нескольким направлениям понятны действия уже в нашем профсоюзе, что надо сделать, чтобы изменить ошибки при проведении соут. Все понятно. Если не проведено соут, понятно, как проводить это соут, на что обращать внимание, к какой классу вредности по той или иной специальности стремиться. Если это коллективный договор, то соответственно вот сейчас, когда Пенза пройдет все эти этапы, будет не просто проект коллективного договора, а именно уже действующий коллективный договор, который может потом быть, ну понятно, основой, то есть проектом уже для вашего предприятия. Третье направление, это просто развитие самого профсоюза. Это развитие просто своего профсоюза. И когда вот эта ячейка понимает, что она в большой семье, и плюс она понимает, что делать, вот это называется, как раз называется именно жизнь профсоюза. Потом, когда уже коллективный договор принят, и чем хороши коллективные договоры, которые разрабатываются именно самим профсоюзом? Тот коллективный договор, который основа, ну вот именно то, что разрабатывалось здесь в Санкт-Петербурге, здесь основанный на профсоюзе, на коллективном договоре докеров, там он очень многоплановый. То есть, когда ты просто читаешь этот коллективный договор, ну коллективный договор, да, какие-то требования, какие-то требования вообще непонятны, для чего они. Вот что это за положение, одно, второе, третье. А потом понимаешь, что вот конкретно вот этот пункт, это для того, чтобы профсоюз, который есть на предприятии, чтобы он работал. То есть, одно дело заключить коллективный договор, а другое дело отслеживать, как выполняются нормы коллективного договора. Вот у докеров есть классная вещь, это размножить этот коллективный договор на там очень большое количество экземпляров, не помню что, но там идет на сотни. Вот этот пункт я как бы добиваюсь, чтобы заключался везде, в каждой нашей больничке, потому что чем больше этих коллективных договоров, то есть мы сталкиваемся с, это обычно и везде, что, а где, где этот коллективный договор, дать администрации, не, не, не положено, но положено же по закону ознакомиться. Но мы тебе давали, вот твоя роспись, ты при поступлении на предприятие ознакомился. Ну блин, там я расписывался в тысячу бумаг, как я мог ознакомиться за 15 минут, когда мне его сунули, там многостраничный документ, я половину не понимаю. И в дальнейшем просто не достать. А здесь, когда он везде находится, везде в доступе, уже понятно, до чего договорились и чего требовать. И вот эти вот пункты в коллективном договоре идут о том, чтобы именно профсоюз жил, жил и развивался и отслеживал именно, как выполняются именно пункты коллективного договора. И здесь вот путем вот этой вот жизни, то, что сейчас, к чему мы сейчас приходим, то есть это было совсем недавно, в профсоюзах, но профсоюзы закрыты, чаще всего опытом не делятся, ну такие вот прям. И мы сейчас приходим к тому, что нам нужны инспекторы по охране труда. То есть вот эти вот инспекторы, которые будут подготовлены, которые будут опираться на Трудовой кодекс Российской Федерации, на федеральный закон номер 10 о профсоюзах, на коллективный договор, конкретно чего удалось добиться, для того, чтобы отслеживать, что выполняется или не выполняется на предприятии непосредственно в больнице именно в реальном времени. То есть функция вот этих вот заместителей по инспекции труда, то есть по охране труда, вот на данный момент в большинстве профсоюзов не отрабатывается никак. Хотя за ними очень такая вот вещь, которая касается, ну повторюсь, ежедневной, повседневной жизни коллектива, не только профсоюзного, а вообще коллективного. Ну вот допустим, все говорят оба о том, что низкая оплата труда. Да, ну вот самое вот такое, то, что мы слуху, это допустим короновщики, да, они говорят, ну у нас очень маленький час, там 200, у кого-то 150 рублей в час им платят, ну то есть вообще копейки. При этом с помощью инспектора по охране труда можно добиться того, что зарплату можно увеличить. Ну опять же, понятно, что надо понимать, что инспектор это не то, что какой-то один человек пришел и добился. Нет, это естественно он опирается на большой профсоюз. То есть инспектор он приходит, увидел, подал, но чтобы это все исполнилось, нужны естественно коллективные действия, включая угрозу забастовку, либо забастовку. Ну опять же, смотрите, то есть инспектор труда, основываясь на трудовом кодексе Российской Федерации, он может прийти и потребовать график, по какому работает короновщик. Они все говорят, что они работают с переработками. То есть если ты берешь график, то потом возникает вопрос, ну это по графику, а реально по табелю-то чего, как табель-то закрыть за этот месяц? Нужно, чтобы предоставили табель. То есть табель сейчас на многих стройках тоже вообще что это, о чем речь? Потом совмещаем график с табелем. То есть график должен отвечать тому положению, допустим, что 40 часов в неделю не больше, да? А он отработал больше. То есть появляются какие-то часы, которые вот они доказаны. Если мы возьмем Трудовой кодекс Российской Федерации, то первые два часа в полуторанном размере. Следующие часы, которые переработки идут, они идут в двойном размере. В дальнейшем возникает вопрос, а суммированный учет рабочего времени у вас идет за сколько? За неделю, за месяц, за три месяца. И то есть, если, допустим, это признается вредным или там как-то учет идет за три месяца, то вы понимаете, что за три месяца там набегает куча переработки. И вот эти, если куча переработки, то есть, допустим, переработали за три месяца 60 часов. Первые два часа в полуторанном размере. Остальные 58 часов вдвойном. И вот, то, что зависит от инспектора труда, он указал, составил акт. И потом на основании этого акта проводятся какие-то действия. То есть, можно написать там в Трудовой инспекции. Ну, все понятно. Но опять же, говорим о самом лучшем варианте, что слаженный коллектив, это можно поддержать забастовкой. То есть, пока не заплатите, мы не будем работать. Мы же по закону, мы же не против закона. Вот я просто объяснил элементарную ситуацию. Уже таким образом можно поднять ту же заработную плату себе. Чем сейчас вообще никто не занимается. То есть, что такое инспектор, о чем? А тут достаточно, как бы, прочитать Трудовой кодекс. Я посмотрел там без оглавления, он всего 198 страниц, вот такая маленькая книжечка. Закон десятый о профсоюзах. Ну, и у каждого есть своя нормативка. Это именно по охране труда. Ну, у каждой специальности свое. Я как медик знаю свое, естественно, я не знаю о короновщиках, но это все везде в доступе. Могу, как бы, если понимать, о чем речь, скачать это и понимать, что. Но тем более, короновщики задают постоянно технику безопасности. Самые элементарные вещи они, естественно, знают. Таким образом, именно с помощью инспекторов, ну, разговор идет, что, допустим, если профсоюз какой-то региональный, и понятно, что если в регионе, допустим, Санкт-Петербурге и Ленинградской области короновщиков примерно около 2000 человек, то если объединить этих 2000 человек, то надо, конечно, инспекторов, ну, не меньше сотни. И вот это сотни инспекторов, которые опираются именно на 2000 короновщиков, и речь идет о том, чтобы туда подключались еще и строители, то это уже будет реальная сила, и можно, в принципе, сдвинуть с мертвой точки, в том числе, ну, технику безопасности, от чего, да, это на первом месте там стоит у короновщиков. Потому что они там показывают, что у них творится с этими экранами, как их там собирают ужасно, как они там работают с этим привитроду запрещенным. Ну, и включая вот эту, как бы, зарплату, которая вот зависит буквально от табеля, графика, о котором сейчас, по большому счету, на стройках даже и не думают. Но если есть в профсоюзе люди, которые понимают, которые за это отвечают, и которые чувствуют поддержку, вот только вот так вот можно изменить. Это касается и медицинской сферы, что мы тоже думаем о том, чтобы у нас были люди, которые проучены с корочками, ну, проучены именно профсоюзниками, то есть инспекторы от профсоюзов. То есть профсоюзу несложно организовать эту школу, напечатать эти корочки, напечатать это все, потому что мы идем инспекторы от профсоюзов. И федеральный закон номер 10 позволяет нам это все делать, включая инспекторов. То есть не надо путать вот эти лицензированные конторы, которые готовят инспекторов, и вот это вот закон, федеральный закон 10, именно профсоюзных инспекторов по охране труда. Там то же самое, но от профсоюзников, и они не зависят ни от каких лицензионных вот этих вот контор. Ну, как бы и... Пять минуты через. Да, 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 сейчас буквально две минуты. Тем самым, надеюсь, я за 40 минут вам рассказал, как мы развиваемся, какие у нас направления. Могу сказать одно, за последние полгода произошло столько много событий, и профсоюз растет, и оптимизма у нас в профсоюзе просто очень много. Потому что мы просто почувствовали свою силу, и надеюсь, мы будем такими же темпами расти, потому что ничего, никаких препятствий нету. Ну, и сама жизнь показывает, что только вот именно давление снизу может изменить ситуацию в регионе с медицинской службой. Ну, и все смотрят на медиков, понимают, ну, должны понимать, что это касается вообще всех сверхдеятельностей, что только вот именно давление снизу может что-то изменить конкретно сейчас, конкретно от каждого, ну, вот в данный момент в обществе. Все, спасибо. Товарищи, ну вот в рамках университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии мы с вами, посмотрите, какие пласты поднимаем. Подняли большой пласт по докерам. Присоединились от наших санкт-петербургских докеров до Дальнего Востока. Громадный пласт. Потом взяли другой пласт и рассмотрели вот здесь, в университете. Хорошо, что у нас есть такая площадка. Размотрели здесь. И вы помните за рабочее дело, которое мы читали под названием временным, конечно, названием была докер. Потом фордовец. Этманов там возглавлял. И большие достижения сделали на автомобильном заводе Форд. И смотрели уже другие заводы, как присоединиться. Громадная работа проведена. И сейчас она проводится Ковалевым. И в университете рабочих корреспондентов мы рассматривали. Председатель авиадиспетчеров России. И он публикуется у нас в «Народной правде». И громадный пласт. Метрострой рабочий. Громадный пласт. И интересы, когда они выплачивали месяцами зарплаты. Опять фонд рабочей академии. И здесь разбирали. И сейчас взят большой пласт, который у нас не был затронут. Это медицинские работники. Спасибо за интересную лекцию и полезную лекцию. А польза в первую очередь кто выигрывает? Рабочее движение. И именно рабочий класс все больше и больше присоединяется. Вот как Боин сказал, в четыре раза увеличилось. Но если вот такими темпами будет в разы увеличиваться, то это в целом выигрывает рабочий класс. Поэтому спасибо еще раз за лекцию и ректору за то, что вот такие вопросы у нас затрагиваются. Не только теоретические, а у нас вот молодежи много. Теории хватает. А надо смотреть и молодежи, а какой бы пласт еще взять громадный, чтобы, что у нас все направления, все вектора развития производства или России, в том числе и медицины, это вот эти пласты. Но есть же и другие пласты. Поэтому надо какой-то пласт взять, быть лидером и тогда выиграют рабочие, будут рабочие, будут капиталисты и выиграет вся страна. Спасибо. Уважаемые товарищи, на самом деле очень радостно слышать о том, что в России растет рабочее движение, в России растут забастовки, в России растет активность рабочих. Вот товарищ Бобинов провел очень интересную лекцию. И надо сказать, что помимо тех пластов, которые поднимает фонд рабочей академии, существует множество забастовок, которые происходят стихийно, происходят сами по себе. Это нельзя не упомянуть, тут год назад происходила забастовка на Камчатке. Это забастовки, конечно же, крановщиков, которые упоминались. И они происходят по всей России. И государственные СМИ, они замалчивают эти забастовки. Их на самом деле происходят сотни. Но их замалчивают, их намеренно затушевывают, чтобы никто об этом не знал. Поэтому чем мы должны заниматься, как коммунисты? Мы должны в первую очередь продвигать информацию об этих забастовках, для того, чтобы люди понимали, что это не какая-то там утопия, что это дело грядущих дней. Что забастовочное движение это уже сегодня, а не когда-то там. Что забастовки развиваются. Что рабочая активность повышается. Что повышается роль профсоюзов. Что они сплачиваются в единой борьбе. И таким образом будет происходить стихийный рост забастовок. Чем больше рабочие знают о том, как бастуют их товарищи, тем больше они сплачиваются в этом процессе. И когда вот говорят о том, что там есть такие упорные борцы, которые когда даже уже нет никакой активности, но эти борцы продолжают бороться. И что над ними происходит травля. Когда начнется действительно огромное стачечное движение в России. Такие люди, они наоборот, которые уже сегодня проявляют свою непоколебимость. Они возьмут в свои руки это забастовочное движение. В первую очередь, конечно, экономическую борьбу. И они поведут его к политической стачке. К всероссийской политической стачке, которая станет началом и предвестником Великой Социалистической Революции. Спасибо. Заключительно, что... Как показывает, как все правильно сказано, что надо все это освещать. Именно Фонд Рабочая Академия непосредственно вот эта площадка, которая здесь есть, это Университет Рабочих Корреспондентов освещает это все, что происходит сейчас в стране в реальном времени. И вот это как раз и надо делать. То есть, совсем недавно информация о стачках, о том, что делают в коллективах, она была настолько закрытой, недоступной и непонятной для многих, что люди и не шли в профсоюзы, и просто от недостатка информации. Но нет вот этих людей, вернее, есть люди, которые прошли забастовки, но вот как-то в себе закрылись эти профсоюзники, и это все не выходит. А именно вот эти наши площадки, здесь все раскрывается, здесь все объясняется, спрос сейчас появился очень огромный. И большое спасибо, что здесь есть такая площадка, на которой можно рассказать о том, что происходит в стране, а главное рассказать о практических путях решения тех или иных проблем, в том числе развития именно профсоюзного движения. Потому что организация, естественно, рабочих идет именно от этого. Хочу напомнить, что непосредственно в рабочей партии России функционирует такая площадка, как Забастком. То есть, вы можете все, то есть, те, кто смотрит эту передачу, найти, именно набрать Забастком, и вы увидите, сколько забастовок проходит сейчас, какие удачные. То есть, там отслеживается очень много информации, есть статистика, и вы поймете, что сейчас, на данный момент, ну, не стачки, а именно забастовки идут по всей стране. Каждый день где-то есть забастовка, а то и несколько. Еще раз говорю, это вот как раз ресурс Забастком. Непосредственно на фонде Рабочей Академии есть канал в Ютубе, где выступают люди, которые проходят через Забастковки. Смотрите, учитесь. Только что я снял ролик, именно я как председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фонда Рабочей Академии. На меня выходят с регионов люди и спрашивают, с чего начать. И вот куча одних и тех же однотипных вопросов. Вот я нашел эти восемь вопросов, самых однотипных, и буквально в ролике на 13 минут с помощью консультации Михаила Васильевича Попова рассказал, как организовать свой профсоюз и с чего начать. За 13 минут достаточно все понятно. Вот такие дела. Так что, товарищи, спасибо большое, занимаемся правильным делом. А вы на правильный путь не тоже, да? Спасибо. Спасибо. Итак, встречаемся в следующий четверг. Тема занятия «Классовая борьба в СССР». Читает лекцию доцент Герасимов Иван Михайлович. Продолжение следует... Продолжение следует...